Красный и коричневый Смотри, цилиндр руки, цилиндр головы, штрих именно по цилиндру Вот такие вот вещи Ориентируешься от середины, рука выше середины Формат у нас совершенно совпадает Значит, поскольку она выше середины, сразу задаем это настроение выше середины И уже к нему прикомпоновываем, потому что от середины легче искать Прикомпоновываем линию плеча Предплечья, да? Нашли В районе середины мысик Прямо в середине мысик По ширине холста Нашли мысик Коричневый, без разбилов Чуть-чуть нашла темноты волос Штрих Наполненность вот этими пятнами Чуть с синим Коричневый с синим Розовый с синим Мощные, мощные ударчики Хорошо? Давай Так Ну, давай сейчас просто посмотрим, как бы делал я Вот я вижу здесь сгусток темного То есть, независимо уже от руки Я вижу, что здесь сгусток темного И он такой рубленый Ломанный Рубленность ты уже показала, хорошо Вот такой рубленый Ломанный Внятно отделяется световая От теневой В этом месте Причем по цилиндру У тебя почему-то по вертикали А это цилиндр Поэтому все должно быть По цилиндру Фигура Платье Это все элементы цилиндра Вот каждая Ткань Каждая, вернее, волна ткани Это цилиндрик Поэтому вот он Вот он характер укладки Естественный для цилиндра По мере появления цилиндра Появляется Так Желтая ткань Очень Поторопилась По мере появления цилиндриков Появляется идея Фигуры Круглой Если надо Такие вещи Можно вот так Отпекать Смотри, как идет ему Мало то, что движение появляется Как идет Вот эта закругленность Желательно, конечно, для желтого Лучшие условия создать на палитре Потому что для главного цвета Здесь условий-то и нет Гоняться за каждым звуком там не нужно Но общую идею Создать Что-то еще у меня, по-моему, слишком синюшно стеревали На теле нет На ручки ходить Будем с ней работать Вот такие подштриховки уместны Вот такие То есть сочетание укладок С подштриховками где-то Будет очень уместно Вот эти места Дальше будут разрабатываться Пальцем Вот такими действиями Штрих по цилиндру Сразу круглит Штрих по цилиндру Коричневый-красный Темно Подложила Коричневый-красный Темно Частично рисунок можно делать Вот таким вырезанием Логично? То есть и пальцевые И мастихиновые Хорошо? Действия Потом и тоненькой кистью тоже будем Вот этот звучик Желательно, чтобы он был звуком Не вырисовочкой А вот такой Какой-то Заморочкой Эффектной Хорошо? То есть Чтобы жестикуляция прозвучала Не вырисовывать там каждый звучечек А чтобы жестикуляция прозвучала Значит место для профиля Определишь Нарисуешь Говори Так, чтобы профиль Варвар Можно и вот такими действиями тоже Решать вопросы Вот такими Смотри, смотри Так, чтобы была эта жестикуляция Хорошо? А что же ручку-то вы замазали? Ну, ты сейчас будешь уточнять Опять же Взяла мастихин И штрихование Смотри, рука в тени Да? В теневой части Поэтому я соединил Как бы Создал темное пятно А потом уже в этом темном пятне Ты будешь разбивать на свет и тень То есть Сначала Раздавишь краску Потом подсунешь Темнятину Тоже подштрихуешь чуть-чуть Лишнее вещество соберешь И так Будешь уточнять Хорошо? Все-таки А свечиком Как работать Ну, я же тебе показал только что Нет, это профиль А вот со мной же там глазки И все это были Ну, вот примерно так же То есть Для светлых партий Можешь чуть Преудалить краску И начать укладывать Светлые партии Сначала почти Трафаретно Свет и тень Трафаретно По отношению к друг другу Слово трафаретно Понятно? Трафарет понятно Как по отношению к свету и тени? Трафарет это и есть свет тень У нас Внятный Свет Внятная тень Вот это Состояние Это уже трафарет Вот это состояние Это трафарет Это только Две тональности Светлого и темного Это и есть трафарет Понимаешь? Давай так Все сделала очень хорошо Но придется Сейчас попробуем Не революционно сначала С Gueboy Вот это 重ять Модер То Se für Солен Потом Сolved Нормой Отателей Солен А�� Уда Уда See Раз Ну так уже хоть чуть-чуть, да, понормальнее. А вот еще ручка, которая кверху лепоза, чуть-чуть не надо ее вот сюда, она, мне кажется, слишком. Надо, надо, оттопырить ее. Здесь у нас наоборот теперь будет темная, а здесь чуть-чуть. Светлая, из-под теневой светлая, а теневая темная. Кажется, слишком резкий. Смотри, обобщительный характер произвел, да? Мало того, можно сначала себе сделать вот такую подрезку. Подрезку. Так, за шею уходит. Так, за шею уходит. Так, за шею уходит. Как же это будет сервизовать? Оказывается, вот так просто. Нет, теперь дополнить. Ну просто, когда уже что-то есть, легче дополнить, чем когда в эту темноту залезть светлым мазком. Вот, ведь этот мазок ты могла бы сделать 500 раз. Раз и еще раз продолжила. Допустим, эту часть у тебя, допустим, не вполне помогла ей этой части. И, конечно, намного легче вставить вещество краски уже обнаруженное. Мое. И не обязательно даже полностью забивать. Ты понимаешь? Игорь, давайте еще с мордашкой, с носиком и с губочками, да, Соня? Сейчас, сейчас, сейчас. У тебя очень красиво все получилось. У нее есть характер. Может, у нее она тетеха. А у тебя она очень внутренне элегантна. Мне кажется, что-то нужно, или кончик носа какой-то, или везде лента попало, или что-то немножко не то. У тебя, которая очень нужна, я не думаю, что тут и как-то не так. Затем, на этой части, это какое-то место, или кожей. У меня пока не она потрясающе. У меня есть это только без комплекса. У меня кажется, как-то подчиняя. Но там же это, наверное, нет. У меня есть такая... У меня есть такая... У меня есть такая... Значит, здесь ты чуть-чуть подвигаешь, так, чтобы это было за шеей, а не в шею. Здесь подвигаешь, здесь теневой очень не хватает для того, чтобы видеть ее. Подчеркнутость грудки. Есть такое, да? Зеленая вот здесь тенистость. Если что, вот эти темноты раздавливаешь и расштриховываешь. Тенистость грудки. Штрих по цилиндру создает эффект закругленного, да? Смотри, сразу появился эффект. Даже вот сознательно вышибал оттуда светлятинку, чтобы она полосатинку дала. Вот здесь порисовать, естественно. Пальчики можно вытаскивать тоже цилиндриками вот такими. Выгодно звучат. Согласна? Да. Вот здесь, пожалуйста, сейчас поднимем платье 10, 20 и 19. Вот это. Ну, нормально. А что? Нет, просто желтый поднимем платьишко немножко поднимем. Это сейчас, да? Ну, поднимем. Сейчас, по-моему, нормально. Не знаю. Что-то я не понял. Режим взрывает это. Понимаешь, что-то взорвал вот так край. Штришечка вот таким. Здесь, наверное, провисание небольшое, ну, скуки. И ты видишь, что он делает? Он и здесь тоже взрывает край. И она немножечко в воздухе, да? То есть вот эти вот взрывы края хорошая штука. Здесь он делает четкое подчеркивание. А здесь опять взрывает. И вот этих вещей по нашему ренту. Да-да-да, помощнее. Поглуше, помощнее. Странное пятно, странное пятно. То есть здесь обустроить в том числе геометризмами. Это могут быть вот такие бреющие звуки. Бреющие звуки. Не забываем про вот этот инструмент, если что. Да? Смотри. Помнишь, вот мы с тобой обсуждали? Вот это вот. Смазываем. Посмотри. Как бы взлетевшее. Взлетевшее. Она в движении, поэтому очень уместно. А даже если бы была не в движении, тоже было бы уместно. И как-то вы здорово меня ждете. Краски не контролируете. Краски не контролируете. Смотри, вот этот мерцательный. Ты же прямо палку рисовала. Смотри, отмерцательный характер. И все. И уже и пальцы, и шмальцы, все, что хочешь, видно. Ты понимаешь? У тебя очень удачно сложилась мордашка. Не хочется ее... Какая она классная. Там простолюдинка. Здесь аристократка. Тут лучше тебе большой палец привезу. Согласна? Да. Так. Немножко все-таки она у нас чуть, по-моему, крупновата. Но, в принципе, нормально. Обратите внимание, я сейчас действую. Рубленными. Как бы мозаичными укладками. По идее, взять бы и деликатно, округло. Нет. Мозаично. Мозаичность, она сама по себе уже здорово звучит. То есть мы никогда не прогадаем, если мы затеем картину в мозаичном ключе. Здесь у нас все будет из рубленностей, из сегментиков, сегментиков, сегментиков мозаичного тока. Спасибо. Да, больше движения, а то как-то не хватало. Вот этот свет, который здесь, почему-то ты его прогнала окончательно. Здесь зачем-то ты потащила ее туда. Там же прикольно, что она вся струей такой. Чего ты потащила юбку? Ну, как бы, я так вздувала. Там же не напрасно. Ну, хорошо. Будет как бы собственное прочтение темы. Тогда и здесь, да, чуть-чуть. Там где, чуть-чуть, и здесь разлетается. Ну, что-то такое, да? Да, отлично, отлично, отлично. Так, а шеечка где у нас? А где красный в шее? Я даже, честно говоря, вообще, у меня там какой-то семьюшный. Так в том-то и дело. Тело, ну, хоть где-то должно мигнуть краснотой. Даже если там мы используем холодный цвет, но все равно хоть немножко краснотой должно быть. Ну, хорошая она. Продолжение следует...